Что-то я не помню, кормила меня мама перед сном или нет. В любом случае, перекусить не помешает, даже ночью. Главное, чтобы колики не появились. Рано или поздно каждую маму начинает беспокоить вопрос, как отучить ребенка от ночного кормления. Ночная еда является необходимостью достаточно индивидуально. В среднем до 6 месяцев. После 6 месяцев с этим следует расставаться. Но не стоит от ночного вскармливания отучать ребенка резко. Это вам лишь добавит бессонных ночей. Для начала увеличивайте интервал между кормлениями. А когда малыш просыпается, попробуйте сначала его просто убаюкать, а не сразу же давать еду. Нет, мама, как ты меня не уговаривай, а есть я все равно хочу. Перед сном ребенку лучше давать смесь или кашу. Еду потяжелее, организм будет переваривать дольше. А значит, ощущение голода придет не так быстро. Хотя эта рекомендация не для всех. Некоторые малыши, наоборот, могут постоянно просыпаться из-за полного желудка. Первые месяцы жизни есть детки, которым требуется ночное вскармливание. Они едят маленькими порциями, устанавливают свой режим. Грубо говоря, где-то до 3-6 месяцев такая необходимость у ребенка есть. Это индивидуальные вопросы. Есть дети очень капризные по питанию, есть дети, которые путают день с ночью. В таких ситуациях это уже не массовая рекомендация. Это индивидуальная работа с врачом-педиатром. А когда малышу уже больше года, врачи рекомендуют попробовать объяснить, что ночью никто не ест, все спят. Поедим, когда станет светло. Это должно подействовать, ведь совсем маленькие детки больше всего хотят быть похожими на родителей. Я девочка уже большая, а раз большие ночью не едят, то и я не стану. И тогда уж точно ночью животик болеть не будет. Счастья в доме, Колик нет.